Здравствуйте! Вы смотрите топ фильма-катастрофы. Все фильмы из этого топа достойны вашего внимания. Поехали! Навстречу шторму. Маленький американский городок Сильверстоун. Здесь проживают самые обычные люди, занятые решением своих дел и проблем. По будням они спешат на работу и учебу, а по выходным проводят время в кругу семьи. Все идет как обычно, пока природная стихия не превращает беззаботную жизнь в настоящий кошмар. Внезапно местные жители становятся свидетелями мощнейшего торнадо, сметающего абсолютно все на своем пути. Путь его проходит аккуратно через Сильверстоун. Город мгновенно оказывается в руинах. Половина населения погибло ужасающей смертью, бесполезно пытаясь найти надежное убежище. Но от ветра практически невозможно спрятаться. Послезавтра. У ученого-климатолога Джека Холла очень давно возникли подозрения о том, что климат необратимо меняется. Вскоре его опасения начали подтверждаться самым прямым образом. Вечные льды тают, и водные потоки невероятной силы привели к понижению температуры океана. Планету охватили невероятные природные катаклизмы. Но руководство считает масштаб бедствия недостаточным для того, чтобы объявить всеобщую тревогу. И призывает не поддаваться панике. По мнению правительства, все еще стабилизируется и вернется на круги своя. Именно в этот момент сын Джека отправляется с друзьями в Нью-Йорк. Монстры Роб Кокинс и Бэт Макинтайр являются типичными нью-йоркскими обитателями. Что недавно решили встречаться, и их отношения начинают стремительно развиваться. Неожиданно герой получает хорошее предложение по работе в Японии. Он и рад оставить штаты. Строить карьеры в чужом государстве весьма волнительно и как-то пугающе. Но он давненько ждал подобной перспективы. Правда, он категорически не желает бросать возлюбленную. Что не уверено в правильности такой резкой перемены местожительства. Тем временем, друзья-герои устраивают в честь переезда крутую прощальную вечеринку. 2012 Ведущий геолог Эдриан Хелмсли в 2009 году делает сенсационное заявление. Планета, на которой проживает 7 миллиардов людей, находится под угрозой исчезновения. Причиной тому солнечные вспышки, которые нагревают земное ядро до температуры, превышающие норму живущим сверху голубого шара. В связи с этим планету охватит рот масштабных катаклизмов, способствующих абсолютной гибели всего живого. В срочном порядке собирается заседание глав большой восьмерки, где действующий президент Соединенных Штатов озвучивает избранным высокопоставленным политикам шокирующую правду действительности. Придерживаясь абсолютной секретности, лидеры большинства государств задумывают начало разработки совершенно беспрецедентного проекта, нацеленного на спасение рода человеческого. Цунами Действие фильма разворачивается в одном небольшом курортном городке. Местные жители жили нормальной и размеренной жизнью, пока не произошла череда страшных убийств. Мужчина вооружился ружьем и начал охотиться на людей, передвигаясь по округе в поисках очередной жертвы. Людей охватил внутренний ужас, но это было еще не самое ужасное. Из-за случившегося цунами, разрушившего многие дома, произошло затопление, и на суше теперь свободно плавают акулы. Эти кровожадные твари сметают все на своем пути, и нужно быть крайне аккуратным, чтобы не стать их обедом. Горожане боятся за свои семьи, ведь неизвестно в какой момент оборвется их жизнь, и что сыграет роль решающего фактора. Невозможное! Этот ужасный день запомнился в человеческих головах еще на долгое время. До 2004 года в мире частенько ходили слухи о том, что в этом году произойдет страшнейшее цунами, которое может разрушить полземного шара. На тот момент никто и верить не хотел, столь смешные предсказания. Ученые, в свою очередь, пытались узнать, может ли случиться такой поворот событий. Но выяснить что-то им так и не удалось. Тогда эта история была забыта, но уже через полгода случается самое страшное. Дорогой зритель, если ты досмотрел до этого момента, огромное тебе спасибо. И я думаю, тебя не затруднит поставить лайк и подписаться на канал. Всем до новых встреч!